Василий Ямашкин предельно внимательно проверяет укладку. Все должно быть на месте и работать отменно. Там, где под час лишь тундры или горы, ему предстоит спасать человеческую жизнь. От надежности оборудования зависит многое. Более десятка лет Василий Васильевич работает в Центре медицины катастроф. Свою нелегкую работу считает лучшей. Изначально я работал на нашей скорой медицинской помощи в городе Мурманске. Но получилось, что я перешел сюда и не пожалел. Работа интересная, работа разнообразная, много интересных случаев. Зона ответственности Центра медицины катастроф – весь Кольский полуостров. Инфаркты, инсульты, тяжелые травмы, транспортировка пациентов из дальних уголков региона, порой в сложных погодных условиях. В начале февраля фельдшеры санавиации эвакуировали жителей Сереберки с переломом. Дорога была закрыта из-за метели. А помощь нужна срочно. Стараемся максимально, конечно, ускоряться. То есть, если это вылет, ну, куда-то, где нет населенного пункта, то есть, поближе где-то подсесть, если это возможно, конечно же. Вот. Потому что не всегда бывает, что можем долететь непосредственно до пациента. Ежедневная готовность ко множеству вызовов не дает выгорать, шутят фельдшеры санавиации. Сюда приходят всерьез и надолго. Валентина Кузнецова почти 30 лет в профессии. На Кольском нет мест, где бы она ни бывала. Признается в этой сложной работе немало и радостных моментов. Радует, конечно же. Если ты помог больному, это радует. Радует, если качественно выполнил санзадание. Если есть результат положительный, это радует, конечно. От их умений, верно принятых решений, выносливости зависит здоровье, а не редкая человеческая жизнь. В непростых условиях нельзя растеряться. В вертолете с пациентом порой приходится провести много часов. Это лишь кажется, что Кольский невелик. Вылет по вызову, например, в Сосновку занимает около пяти часов. Это не просто среднемедицинские работники. Знаете, это люди, наверное, между среднемедицинскими работниками и врачами. Они могут сделать многое. Поэтому, да, мы их ценим. В прошлом году более 170 раз медицинский вертолет поднимался в небо. Количество вызовов год от года растет. И главная цель – успеть помочь. Для фельдшеров санавиации каждая спасенная жизнь – огромная ценность. И это непростая работа, способ сделать мир немного лучше.